Что есть истина и как ее найти? Кто-то скажет вам, что у каждого своя истина, поэтому искать ее не нужно. Но это априори неправильное представление, потому как истина одна. Как не может быть две матери у младенца, так не может быть и двух истин, ведь на то она и истина. Но в чем ее суть? И на какие вопросы она отвечает? На самые, что ни на есть, фундаментальные. Как возник этот мир и как возник в нем я? Зачем возник этот мир и в чем смысл моей жизни в нем? Для чего все это? Куда все идет и чем все закончится? Вы когда-нибудь задавались этими вопросами? Если да, значит вы пытаетесь найти истину. Однако справедливо будет заметить, что практически каждая религия мира пытается ответить на эти же вопросы, но отвечает по-своему, так что ответы каждой из них противоречат друг другу. Какая же из них истинная? На данном этапе стоит остановиться и упомянуть один очень важный нюанс. Практически все религии мира верят в существование злой демонической силы, которая противится доброму богу и по сути своей выступает злейшим врагом истины. Исходя из этого, логично будет предположить, что истиной будет именно та религия, которая на своем пути претерпела наибольшее количество гонений и попыток быть уничтоженной. Учитывая этот нюанс, наш поиск становится намного проще. Давайте совершим путешествие во времени и отправимся в первый век нашей эры в самую могущественную на тот момент Римскую империю. Почему именно туда? Дело в том, что Рим обладал очень гибкой системой религиозных верований. Во время своих многочисленных завоеваний, захватывая какое-либо государство или племя, римляне забирали их башков и относили в Рим, где представитель захваченного народа мог спокойно продолжать поклоняться в рамках своих религиозных верований. То есть поклоняться тому богу, которому он поклонялся до этого. Если можно так сказать, римляне были очень толерантными к чужим божествам и верованиям. Исходя из этого, можно смело заявить, что в Риме были сосредоточены практически все религии мира, которые, конечно же, в видоизмененном виде мы можем встретить и в наше время, в нашем мире. Более 300 божеств, насчитывают историки, находились в пантеоне римских башков. И ни к одному из них у римлян не было никаких претензий, кроме одного малого верования. Угадайте, какого? Веры, что во главе своего учения положила любовь, добро, сострадание, милосердие и всепрощение, самопожертвование и человеколюбие, а также глубокую непоколебимую веру в то, что бог умер за человечество ради его спасения. А это говорит о том, что бог есть любовь. Да, друзья, это были христиане. Христиане, люди, которые не сделали абсолютно ничего плохого римским властям, становятся самым гонимым религиозным течением того времени. Все увидели Колизей. А знаете ли вы, что на этой арене были зверски замучены, убиты, растерзаны дикими зверями тысячи, а то и десятки тысяч ни в чем не повинных христиан? Император Нейрон по своей глупости сжег пол Рима и в попытке найти козла отпущения обвинил во всем христиан, которых стали убивать с неистовой яростью все, кому только было не лень. Доподлинно известно, что Нейрон в своих садах устроил аллею, факелами в которых выступали люди. Человека привязывали к столбу, обматывали пропитанной в смоле тканью и поджигались с наступлением темноты. За что? Кто-то скажет, что христиан гнали, потому что они отказывались поклоняться императору как богу. Да, но иудеи также отказывались поклоняться императору как богу, но их никто не гнал. Нужно отметить, что христиан гнали не только в Римской империи. Костры не гасли и во времена темного средневековья. Христиан гнали мусульмане, японцы, османы. Христиан гнали даже коммунисты, ссылая в ссылки и расстреливая за веру ни в чем не повинных людей. И даже в наше время в Китае, в исламских странах и Северной Корее гонения продолжаются. За что же так жестоко гнали и гонят христиан, этих добрых и ни в чем не повинных людей? Ответ однозначный и очевидный за то, что они верят в истину. То есть во Христа и то учение, которое открывается через священное писание Библии. Да, друзья. Парадоксом христианства и доказательством его божественного происхождения и истины является то, что в наше время существует около двух с половиной миллиардов христиан, в то время как в первом веке нашей эры их было всего лишь двенадцать. Двенадцать человек, против которых восстал весь мир в неистовой ярости, пытаясь уничтожить и воспрепятствовать той вести, которая была им поручена. Но у могущественных сил этой сатанинской коалиции ничего не получилось, потому что за этим движением стоял сам Господь Бог, который и повелел «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Великое чудо исполнилось в истории, свидетелями которого являетесь вы. И в завершении, представьте, что вы стали свидетелем жестокой казни группы людей, которых приговорили на смерть за то, что они верили в какого-то неизвестного бога, которого еще и распяли на кресте. Захотели бы вы стать частью этой религии, осознавая, какой опасности вы бы подвергались, находясь в ее рядах? Нет. Но, как говорит история, многие из тех, кто становился свидетелем подобных казней, впоследствии принимали христианство и порой также были казнены впоследствии. Почему? Потому что они видели тот сверхъестественный мир и покой на лицах тех, кого убивали. Потому что казненные знали, что смерть во Христе это только начало. Многие из них пели псалмы, а девушки одевали свадебные наряды, потому что они чувствовали ту сверхъестественную силу, которая стояла за этим Божьим народом. Ту неопровержимую мощь истины и правды в речах тех, кто именовался именем Христа. И просто подумайте, пошли бы вы добровольно, будучи в здравом уме и рассудке, на смерть ради того, чего не существует. Ради человека, которого распяли и который не воскрес. Ради Бога, которого нет. Конечно же нет. Они доподлинно знали, что Иисус воскрес. Но в наше время, в нашем мире, я имею ввиду европейский, американский, русский мир, христиан никто не гонит. Никто нас не убивает. Потому что дьявол изменил свою тактику. Теперь он просто сказал, что быть христианином – это позорно. И что это совсем не модно, а модно быть атеистом. Или верить, что Бог – это вселенная, и связаться с ним можно, сидя дома в позе лотоса. Однако, истина и истина, друзья, никуда не ушла. И Бог, Творец всего мироздания, по сей день обращается к человечеству со страниц своей книги, Библии. Подумайте об этом. И сделайте правильные выводы. Да благословит вас в этом Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok